Христос воскресе! Христос уже разнесла, что он способен на невиданные невероятные чудеса и даже воскресил Лазаря Четверодневного. Ученики называли его Назарянином, сыном царя Давида. Теперь восторженная толпа встречала его как законного царя, постелала под ноги одежды и ветви, как это положено делать, встречая императора. Кто были эти люди? Паломники, приехавшие в священный город со всей святой земли на главный иудейский праздник Пасхи. И обычные горожане, и те, как сейчас говорят, неравнодушные к судьбе богоизбранного народа. Общество, в котором они жили, было гораздо религиознее современного, менее терпимо к порокам и нравственно гораздо чище нашего современного. Но буквально через несколько дней эти религиозные люди, постелающие под ноги Христа одежды и распевающие осанну, будут улюлюкать и вступленно кричать «Распни его, распни!». Мы тоже очень похожи на этих верующих и наверняка по-человечески неплохих людей, когда приходим ко Христу и ищем не Божьего, не того, что Бог хочет для нашего спасения, а своего. Не обязательно плохого, а того, что считаем нужным и лучшим для себя. Но оказывается, это свое может быть так далеко от Божьего, как небо от земли, что люди, отстающие это свое, в конце концов, оказались врагами Божьими. Те люди в Иерусалиме хотели неплохого, ведь хотели свободы от римского ига, хотели победы, а потом власти, которую пророки им обещали. Что осталось от них? Что осталось от римской империи, которую они жаждали победить? И где вообще все те, кто имел власть и думал, что будет править вечно? А Христос победил. Победил без видимой силы и власти совсем не так, как от Него ждали. Победил любовью, которая оказалась сильнее всего на свете, оказалась сильнее даже смерти. И царство Его не разрушится вовек. И те, кто искал в жизни не своего, а Божьего, тоже со Христом победили. И будем об этом помнить. Такие дела.